Мы как раз ей делали обряд на привлекательность, на видение на красоты. Дальше там я расскажу, какие методы употребляются для этого. Мы ей делали, декодировали социальный код, поставили маличок привлекательности на сережки, на колье. Я ей сказал, чтобы она износила. Благодаря этому она стала изучать оцидальные виды красоты, притягательности. То есть вскоре она, так скажем, была заполнена мужским вниманием и смогла свою личную жизнь устроить. А в другой случай, тоже вот женщина обратилась, у нее уже пацаны, двое мальчишек. Сколько им было лет назад? Не помню. То ли лет 9, то ли лет 10. Одна воспитывала тоже их. Мужа не было. И вообще тоже забыла, как говорится, что такое общаться с мужчинами. Ну не было, не обращая на нее внимания. А тут еще как бы такая ситуация, как она говорила, кому я, говорит, у меня действительно уже нужна. Но клиенты, так скажем, мои знакомые знакомых, посоветовали обратиться ко мне. У нее была немножко другая ситуация, чтобы вы понимали. То есть ситуация много разная была. У нее там был нет одиночества, нет бездачи, как говорят. Мы его сначала сняли, а потом уже наложили, так скажем, вот эту программу. Наведение красоты магической. И результат превзошел ее все ее ожидания. То есть такого внимания она за всю жизнь не получала. То есть она очень сильно нравилась различным мужчинам. Его звали Оксана. Единственное, что я сказал, там единственный был в кавычках, как говорится, побочный эффект. Но он не побочный эффект. Это переизбиток может быть. Я говорю, Оксана, говорю, остановитесь, определитесь, пожалуйста. Вы выберете кого-нибудь себе. Не надо размениваться. То есть настолько это сильно подействовало благополучно. То есть она тоже обрела свое личное счастье, нашла партнера. Вот таких случаев очень много. То есть, видите, это даже некая скорая помощь для, допустим, людей, у которых дефекции. А, допустим, как быть женщин с обычной внешностью, да? Или же, допустим, еще как-то и разной. То есть вот этот способ действует на все возраста абсолютно. Вот. Что можно сказать? Вот каким образом она действует, да? Это слово такое. То есть это, не беру, не черный мангер. Там есть другие оморочки. Мы прямо с ней говорим. Это другое совершенно. Вот этот термин закрепился. Вот. Здесь получается, на чем нужно акцентировать внимание, да? Вот эти ритуалы, вот эти ритуалы на ведение красоты, да? Вот оморочки. Я сейчас вот говорю именно о древнерусских. Вот которые маги, колдуны, употребляют, да? Как говорится, народные. А ведические, вот которые с каналами подключения, они намного мощнее, и там эффект еще выше, еще лучше, еще, как говорится, благоприятнее. То есть вот о древнерусских, вот эти вот оморочки, которые знахари изданно делали, да? И ведуны. То есть вот эти ритуалы, они изменяют восприятие образа человека, вашего образа личности, в глазах других людей. Вот. Вокруг вас образуется поле, вот поле, энергополе. Оно как бы оморачивает окружающих. Слышали? То есть как оморочка. То есть это некая иллюзия, наведение. Вот согласитесь со мной, я думаю, согласятся, тут многие же женщины. Вы же прекрасно знаете действия, допустим, в косметике. Или же если вы сделаете, там, допустим, хорошую прическу, да, оденете прекрасную одежду. И, допустим, соответственно, со вкусом и, так скажем, с вашими данными вы нанесете косметику, естественно, восприятие будет другим. То есть это тоже оморочка. То есть вы, как бы, делаете, иллюзию, как бы, создаете искусственную, да? То есть это искусство. Также и вот эта, ну, эта оморочка, она тоже самая, только она работает на энергетическом, магическом уровне. Вот, усиливает и, так скажем, ваши сильные стороны. То есть вот таким вот образом она работает. И что еще следует сказать? То есть если обряд направлен на конкретного человека, то именно он будет реагировать на вас по-иному. Вот, а в общем делают, в общем, для стая, чтобы все реагировали хорошо, то есть вас воспринимали. То есть сам человек совершенно при этом не меняется. То есть понятно, да? То есть как косметика? Косметика, если вы смоете косметику, вот такой результат. То есть сам человек совершенно не меняется. То есть он остается таким, каким он был, до проведения витуала, там, допустим, да? То есть, но воспринимать вас начинает по-другому. То есть вы становитесь притягательной для окружающих. То есть во всем и на всех уровнях. То есть с вами становится приятно общаться, к вам прислушиваются, усиливается сексуальное влечение к вам, да? То есть оморочками, кажется, она относится к любовным чарам. Но это не переворот, не путайте. Переворот – это разновидность порчи все-таки, это негатив. А это чары любовные, то есть они направлены на общество, то есть они создают ореол. Увеличивают ваше, так скажем, вот есть у вас какая-то изюминка, допустим, которую никто не видит, не замечает. А вот после ритуала, так скажем, она становится видна, заметна и ощущается. То есть она работает уже на вас, как говорится, да? Вот. То есть это любовные чары. Действия их рассчитаны на повышение вашей личной привлекательности в глазах окружающих. Этим способом в деревнях, посоветую ведуни, ведунов, широко пользуются девушки, женщины, чтобы красота красивее, найти себе лучшую партию. Недаром славянские женщины в этом мире считаются красивее. То есть у нас в генетике эти программы, где это было заложено, да? И наши предки использовали эти знания. Вот. А наведение, магическое наведение на красоту, какие дают эти эффекты? Как я уже говорил, то есть человек больше нравится окружающим, то есть кажется более привлекательным, чем есть на самом деле. Вот чары будут добавлять красок в вашу внешность, увеличивая личное обаяние. Допустим, у женщины косметику уже наносят для чего? Чтобы увеличить краски, показать свои достоинства, да? А здесь еще энергетическая практика работает, вот. Причем легко и безотказно, и совершенно безопасно. Вот. Создается более положительный образ впечатления в человек. Человек стоит его воспринимать более положительным, да, чем он есть на самом деле. То есть человек будет выглядеть в глазах окружающих симпатичнее, приятнее. Вот. И при общении с таким человеком, такого человека воспринимают как более такую интересную, загадочную, притягательную, 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 личную, да? Ну, сразу упомяну об одном эффекте. Так, пардон, я... Чиречек налет, у меня сейчас подряд второй вебинар идет, тренинг этот. Так, у него горлышко с ночью, с ночью. Так, ну-ка, ты читай, там чего у нас спрашивают? Жанночка. А морочки – это макияж, да. Своего рода, Жанночка, вы правильно говорите, это как бы некий макияж, да, вот если вот так вот брать. То есть это энергетическая косметология, то есть можно так вот сказать, да, вот есть световая косметология, есть вот такая косметика. А это магическая, она действует вообще, как бы на других уровнях энергетических. Вот. Некоторые, как снимают косметику, вообще не узнают. А вот это не морочек. Вот я про это и говорю. Я про это говорю. То есть это, вот, эта косметика, это в принципе в сущности та же самая оморочка. Вот. То есть одесса энергетическая, но это вот древнеславянские. А я буду давать еще на тренинги подключение к каналу и красоты и очаровательности. Так, к богине, канал, подключение к богине красоты Рукмине и ее мантру, да. То есть там, помимо оморочки, там включаются еще механизмы омоложения реального. Вот. Омоложение реального, то есть человек начинает кутиться изнутри, излучать свет, притягательность, и его ДНК меняется в лучшую сторону. Человек оздоравливается, человек становится моложе, притягательнее. То есть там не чистая еще морочка, она еще плюс, так скажем, реальное изменение дает. А древние вот русские, они как, да, энергетическая косметика, как гулечка, так вот чем пользуются серые мыши, которые с шикарными мужьями. А это хитрости, это мудрость, их нужно знать. Мир прост, но не так, как говорится, как иногда мы можем предполагать. Знания, как говорится, они на то и их знания. Как вот наши детки говорили, мои бабки говорили, вот кто знания знает, допустим, да, кто имеет знания, это самое большое богатство. Вот. А благодаря нему остальное все приложится. То есть человек знает, что и как делать, да. Жизнь его намного счастливее, чем у большинства. Вот. Он меньше болеет, допустим, такой человек более счастливый, более, так скажем, красивый, притягательный. Так что вы гулечка совершенно верно подметили. Вот. Потому что иногда же замечали, как говорят, что, говорит, он в ней нашел. Вот. Или что, говорит, она в нем нашла, да. То есть это вполне могут быть, человек мог навести чар на привлекательность. Вот. И это работает, это работает. Это не так кормично. Кормично приворот наводить, да. Привороты я не советую никому. Потому что очень, может быть, обратный удар сильный. Вот. Это разновидность все-таки порча. А наведение красоты – это более свободный, так скажем, прием. Поэтому он более безопасный. Так. Ага. Наташа. Гуля, респект. Гулечка, вы прямо в точку. И вот Жанночку тоже за метафору благодарю. Да, это макияж. Вы будете употреблять для объяснения, если кто-то не будет понимать. То есть это энергетический, так скажем, магический макияж определенный. Так. Марго. Имиджмейкеры разве не этим занимаются? Да. Вся реклама, все остальное, это как бы вот этим заниматься. Ну, здесь мы говорим немножко о других. А потому что вот наши предки употребляли все, что да, это тоже примерно то же самое. Так. Гуля. Очаровывали. А дальше ведь удерживать надо всю жизнь. Ну, это уже другая, как говорится, песня. Если очарование наводить, оно действует пролонгированно всю жизнь. Его изредка надо, конечно, обновлять. То есть дальше удерживать таким образом. То есть степенно, если в ваше поле, так скажем, попал нужный вам человек, то исключайте уже психологию. Если нет общих интересов, если нет симпатии, да, то смысл тогда строить отношения. А не рано или поздно, если не разрушится, но смысл, это дискомфорт. Вот. Поэтому нужно, естественно, смотреть, чтобы вам было с человеком приятно. Интересно, чтобы вы чувствовали себя, так скажем, надежно с этим человеком. Для женщин там, допустим, чтобы сам мужем, допустим, да, она была, чувствовала себя безопасной в гармонии, в защищенности. То есть ощущала гармонию с заботой, да, если, допустим, это мужчина, чтобы он чувствовал, что будет эмоциональная какая-то поддержка, покой, гармония, да. То есть и какие-то должны быть интересы общие. Тогда, в принципе, и удерживать ничего не надо будет. Так. В интернете много морочек. Сами можно проживать такие морочки. Ну, попробуйте. Сейчас я объясню. То есть, если у вас, Наташенька, попробуйте, можете попробовать. Но будьте поаккуратнее. Просто есть разные разновидности, разные морочки обращаются к разным силам. Вот. Я даю совершенно безопасный. Я попробуйте в кавычках говорю. Вы же тут написали, что много, что не можно попробовать. Вот. Можно подключиться не к тому каналу. Я даю чистые каналы, безопасные, наработанные, с которыми можно работать специально. Я говорю вам, что о магии я знаю, а не про наслышки. Вот. Я более 25 лет работаю в магической сфере, благодаря тому, что родился в грузнающих родах. Поэтому на онлайн интенсиве я дам вам более мощные методы, более чистые. Они легкие, достаточно простые применения и работают быстро. Потому что, так же, как в магии, без посвящения на 100% ничего не работает. Так же и здесь, это же тоже аспект манги, только это магия очарования. То есть, наведение красоты, свет на зеркальце, скажи, кто на свете всех не леет. Да? Вот. Здесь тоже нужно посвящение, нужен канал. Потому что, как говорят, одна мучка, да разные ручки. Вот. Если бы это работало у всех, просто так, то, ну, все бы пользовались. Тогда бы особой особенности, да, такой бы не было. Допустим, можно открыть, это как врачи. Я вот там, действительно, проработал ветеринарным врачом, одно из них образование было, да? Я больше эзотерик, чем медик. Вот. И можно сказать так. О, тут продается книга. Надо сделать операцию, ну, аппендицит надо вырежу. А я вырежу, допустим, не будучи, если у человека нет медицинского образования, а я вырежу. Аппендицит. Сейчас книжку открою, посмотрю, почитаю. Понимаете? То есть, с этими вещами шутить не надо, то есть, аккуратно. Ну, воля ваше, дело ваше. Ну, спасибо все равно. Поэтому я должен предупредить, есть разные, разные силы, смотря куда подключитесь. Вот. Это нужно понимать. Поэтому на семинаре я вам дам готовые материалы, готовые методы, безопасные, чтобы вы могли, так скажем, использовать их в своей жизни. Они уже отработаны много раз, со многими клиентами, со многими женщинами, мужчинами тоже. Вот. Поэтому вы можете использовать их. Так. Гуля, так, Наташечка, все. Опасно, боюсь. Я еще раз говорю, это не какая-нибудь черная магия, не подключение к черным силам. Скорее всего, в интернете вы всякую ерунду начитали, потому что там знающие люди вряд ли выложат что-то такое. Вот. Если бы, да, лучше на индивидуальную консультацию, если вот вас интересует, потому что могут быть разные нюансы. То есть, можно сомневаться те индивидуальные консультации, так, то есть, это на ваш выбор. Индивидуальные консультации будут уже, так скажем, совершенно индивидуальные подходы. Здесь я ключи тоже дам, на онлайн-инкенсиве. Вот. Человек сможет помогать и другим людям, да. Вот. А здесь будьте индивидуальные. Да, можете. Можете. Это даже, очень даже вполне. Так, Жанночка, хочу посвящение вам урочек. Канал красоты и очаровательности. Так, дальше идем. Дальше, девочки, идем. Вот смотрите, допустим, в наших вот традициях, да, кто у меня был на вебинаре по ведическому англии, кто утренок посещал, тот знает, да, что славянские боги, ведические боги, там корни общие. Это одни и те же силы, они в разных, так скажем, формах и изображениях. А вот, допустим, у нас на Руси обращались к ладью, знаете, да, слова в нашей речи, там, вот, чтобы все было складно, да ладно, чтобы все ладилось. То есть, это вот одна из богин славянских, богиня красоты, любви, бракосочетания, то есть, девки наши тоже к ней обращались, да, вот, обращались, чтобы жизнь была наполнена красотой, любовью. Делали различные ритуалы, подношения, вот, здесь вот написано, да, можете прочитать, прочитали, да. Далее, вот, допустим, вчера как раз был лельник, то есть, тоже одна из богинь славянских, леля, допустим, да, каким образом проводились ей ритуалы. Вот видите, вчера, то есть, вот эти ритуалы, кажется, просто, это не просто хороводы водили, это энергетические ритуалы, они дают красоту. Допустим, брали самую красивую девушку, ставили ее в центр, и вокруг нее девушки хладили хоровод, менее красивые, да, но они не то, чтобы ее подъедали, энергетически нет, они как вот копии, получается, снимают. То есть, девушки таким образом выражали богам и богине красоты почтение, почтение, и благодаря этому они тоже становились более притягательными, более красивыми. То есть, там эти ритуалы проводились специальными песнями доклинательными, вот, специальными обрадами, и это тоже, омолочка, в принципе, магическое наведение красоты. То есть, наши предки эти ритуалы знали, и вы, думаю, согласитесь, что очень большой процент, так скажем, считают, что уртвальянские женщины одни из самых красивых, допустим, на планете, да, ну, и ведические тоже вот женщины, потому что в видах эти ритуалы известны. Вот, так, далее. Так, что там спрашивают девочки? Так, пусть обменный скинет ссылку на личную консультацию, мы очень нужны. Так, пожалуйста, модераторы киньте ссылочку на консультацию, девочки просят. Мальчик тут есть. То есть, сразу говорю, это работает и для женщин, и для мужчин. Вот. А если мужчин заинтересуется, пожалуйста, тоже можно воспользоваться этим. Так, ну-ка, что у нас еще спрашивают, так, тыклана, это вот так, 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 ага, ссылочку дали. Вот, смотрите, допустим, в индийском пантеоне богиня Красоты Рукмини, она же, у нее много аватар, она же богиня Лакшни, да, она же жена Вишну, вот, бога Вышиня, да, в Славянской темологии, вот, или Крышиня. Господь Кришна. То есть, это боги красоты, боги любви. То есть, это свет, лучезанны боги, всемогущие боги, то есть, высшая триада, очень благоприятные. Вот, если иметь канал подключения к ним, вот, то можно использовать наведение красоты очень легко, просто, безопасно. И, причем, это идет не только внешнее наведение красоты, я говорил, когда канал подключается, а еще включается механизм омоложения, реальные, реальные. Вот, этим немножко отличается для него. Вот, тут еще мы видим изображение, да, допустим, вот, одно из упрощений, вот, подавишну Кришна с Рукмини, с Радхарани. В Славянской темологии там Рада и Крышин, да, а в Индии Радха и Кришна, кто был на юридическом вебинаре, помнят, я показывал слайды. Так, вот, допустим, мои бабки вот использовали, ваши предки, возможно, использовали, если кто знает, да, то есть, использовали какие методы, зелья различные, травы, заговоры, я знаю очень много способов, так скажем, они отработали, наработали, многим помогали. Ну, это более простые способы, да, но мы сейчас живем в эру водолея, в эру водолея, если бы мои бабки узнали бы, что я сейчас занимаюсь, ну, что у нас запрещено знания передавать, ну, я человек современный, вот, у нас, чтобы передавалось поколение в поколение силу, ну, у нас сейчас эра водолея, все, мы должны делиться знаниями. Вот, бабки у меня метлами и палками, конечно, побили бы, вот, делиться нужно, потому что, если сейчас этими знаниями не делиться, они просто утеряются, просто уйдут и канут в ветву, а это еще хуже. Сейчас в эру водолея под золотой период идет, вот, в пути мы в самом начале Кали-Виде живем, делиться нужно, если у вас тоже какие-то знания есть свои, делитесь своими длицами, чтобы они не пропадали, эти знания. Вот, и вот дели, травы, заговоры, это более простые способы наведения чаровательности, но они тоже хорошо работают, они зарекомендовали, всегда вот, ими наши предки пользовались очень часто, многие из этих, вы знаете, сами, допустим, да, единственное, что девчонки, мальчишки, я рекомендую приворотами не пользоваться, там, тем более, приворот приворот у Родины, вот, это все-таки инфекционное влияние, а здесь вы получаете, как бы, антураж ореол делаете, притягиваете. Естественно, нужно выбирать человека, как я уже говорил, уже психологический эффект включать, чтобы были какие-то общие интересные цели, тогда и удерживать не надо будет, понимаете. Это как, я вот, с колдунами, с колдунами, мальчишками общался, там, у них там колдосто, изучество, у них как религия на, там они очень часто приворотами грешат делают, ну, допустим, с сельскими, там, без мужика, без грубо-мужской стилы не прожить, допустим, да, с мужиками, они пуговато, вот, по численности, альфы. Вот, и они очень часто привороты используют, но минусы приворотов в чем, допустим, если приворожили человека, а общих интересов, ценностей нет, душа-то сопротивляется, вот, привораживать, сука, астральное тело человек уйти не может, да. Да, привораживаются, и очень часто эти мужья пьют, спивают, потому что во время алкоголя эти приятные гонка ослабляются, вот, они интуитивно стремятся их как-то развязать, и побивают своих жен, вот, поэтому смысла я не вижу эти привороты делать, вот. А если есть, допустим, отношения какие-то, их, конечно, сохранять надо, их нужно оберегать, потому что на них могут посягнуть и другие, это уже другой вопрос. Но если, например, такие вопросы возникают, конечно, что-то, это уже, конечно, лучше в личной консультации. Вот, вот, Елена, здесь, ну, где туговато, вот, это в личный консультант. Приходите на онлайн-интенсив, Леночка, и эта тугость пропадет, как говорится у вас, для вас откроет пространство вариантов, как у Елена, говорится, да, для вас, поэтому доля ваша тоже будет. Вот, то есть, таким образом, то есть, приворотиком не рекомендую пользоваться, то есть, мне тогда не очарование, можно, это немножко другое, вот, это не жесткая привязка к чакрам и прямое наведение. Вот, это так же, как косметика, то есть, мы поняли, да, то есть, безопасная вещь, этим пользовались, это скорая помощь, то есть, много людей получили, получила помощь, ну, почему человек должен страдать, ну, родился с дефектом, да, вот, или же, допустим, даже нормальный, женщина или девушка, да, или парень, допустим, ну, пусть там с каким-то изъяном, ну, почему нужно страдать, вот, тоже вот с помощью этих методов наши предки налаживали долю, там, у кого мужская, у кого женская, как говорится, да, то есть, понятно, да, что бояться этого не нужно. Вот, я уже вам сказал, что более мощные способы я вам дам на онлайн интенсиве, они держались же сами в дуне, не в секрете, естественно, если вы в интернете что-то подобное идете, но без канала посещения работать не будет. А потом еще неизвестно, куда подключитесь, то есть, в розетку пальцев вставать не надо, можете и убить. Если вы не знаете броду, не суетесь в воду, вот я что-то рекомендую. Если вы знаете, то, конечно, дело другое, но если знаете, вы не спрашиваете. Вот, поэтому есть, как говорится, возможность, вы можете ей воспользоваться, кому интересно, кому нужно. Тем более того, вы можете помогать своим близким, своим сыновьям, бочерям, внукам, допустим, да. То есть, на онлайн интенсиве вы узнаете, как говорится, вы получите посвящение в канал и манту очаровательности рукними. Рукними – это богиня красоты, мы видели. Овладейте секретами наведения колдовской морочки на привлекательность, активируйте энергоцентры молодости и красоты. Мы, кстати, с ним немного поработаем в конце, практику сделаем. Научитесь ставить энергоинформационный код мальчику привлекательности. Как в первом случае я вам объяснял, клиенты, да, мы делали на серге, делали на колье. У нее были, ну, она небольшой дефект на лице был, вот, и некрасивая, то есть, тело нормальное у женщины было, вот, а с лицом немножечко не подвезло ей. Естественно, нужно было делать оморочку на лицо больше, да, поэтому мы сделали еще информационный код мальчику привлекательности. И на колье, которую она носила, и благодаря этому она прекрасно живет, вот. Методика створения привлекательности, которую я вам дам, она абсолютно беззапазна, что мы уже обсудили, да. То есть это вот созвучие просто из слова «морочка», они там, бывают другие морочки, но они нет защитных характеров иногда, они не всегда плохие. Вот, и найти в себе какой-либо вред ее невозможно, то есть в отличие от пластических операций. То есть мы вот знаем, да, что многие женщины, там, допустим, да, тратят большие такие деньги на косметологов, как я уже говорил, идут на кардинальные меры, что там пластические операции делают, а результат получают не совсем тот, который ожидали. Иногда какие-то неудачные операции бывают, и это все, это катастрофка, как говорится, да, несчастье для женщины. Вот, а наши предки, вот, о чем я уже говорил, они выдали более безопасные методы наведения кардинской помощи тайных цветов. Как вот Жанна что-то говорила, такой тайный, как говорится, магический макияж. Вот, и вот такие женщины называли, которые знали, допустим, ведунь-чареницы, да, которые наводили чару. То есть это чара на любовь, чара на привлекательность, чара на красоту. Вот, а вот эти, допустим, посещения канала я дам, вы с помощью них сможете это очень легко и просто, эту привлекательность себе наводить, делать. Вы сможете научить и сделать привлекательность ваших близких, вот, допустим, дочь, там, внучка, сын, внука, да, вы сможете помочь. Ну, там больше подойдет, конечно, код, на что привлекательность поставить. Но чтобы его тоже ставить, нужен канал посвящения. Если у вас канала посвящения не будет, то что такое канал посвящения? Это энергия, это, как говорится, благословение. То есть многие из вас, кто знаком с трейки, с космоэнергетикой, знают, что есть такие информационные каналы, подключения, да, без которых не работает. Есть различные степени, вот. Здесь вы получите чистый канал. Есть разные каналы, естественно, я отменирую тут проталию в интернете, очень аккуратно, можно подключиться совершенно никуда. Вот, а я вам даю именно беззапасные абсолютно методики. То есть вот такие, так, что там пишут? Жанночка, а если силы не хватит поставить, значит, я же не маг. Жанночка, для этого и дается канал, посвящение в канал, и мантра очаровательности. У меня подключки эти есть. Я вам как раз, и если вы пройдете онлайн-инфинкции со мной, вы получите посвящение в этот канал. Вот. У вас силы уже будет. У вас силы уже будет, и вам не надо будет потеть, как говорится, где-то ее вырабатывать, где-то искать. Поэтому она у вас будет работать. Вот. Это как электричество, допустим. То есть я уже говорил такую метафору. Электроприборы, допустим, в доме есть, электропроводка есть, а электричество отключили. Работать ничего не будет. Вот это электричество, это как раз и канал подключения. Вот. Благодаря этому каналу как раз и будет работать. Так что, Жанночка, вы очень хороший вопрос задали. Благодарю. Потому что, чтобы было понятно, вот. Именно вот в этом аспекте, в этом аспекте вы сможете наладить, так скажем, красоту магическим способом. Узнаете секреты. Вот так, секреты наведения колдовской морочки на привлекательность я дам. Это и славянские, и языческие методы, которые мы и бабки употребляли. Вот, апробированные я много раз употреблял. То есть, их можете, то есть, на выбор те или другие, допустим, да. Но канал нужен, потому что вот наводить с помощью тех средств, и у вас канала нет, как реально вы говорите, если вы не матов, то у вас нет посвящения, да. Работать это, если будет, то очень сладенько. Вот. А тут у вас будет канал, у вас будет посвящение, у вас будет подключка, постоянно. Она от вас никуда не девается. Она остается с вами. Так, Татьяна Вин. Где и когда будет проходить интенсив? Вот ссылочку, так, на консультацию, по-моему, кинули, а на интенсив, пожалуйста, уважаемая ведущая, наша прекрасная модератор, киньте ссылочку на онлайн интенсив. А вот кинули. Кинули, да, вот на онлайн интенсив кинули ссылочку. Вот. Будет проходить онлайн интенсив два дня. Это будет в первых числах ивня. Сейчас скидка у меня, я делаю скидку достаточно большую на этот онлайн интенсив. Здесь вот у меня нейтральная информация, 3 700, 3 200 сейчас он стоит. Вот так он стоит, будет 400. То есть первый день, чем мы будем заниматься? Получите канал, посвящение от канала очаровательности, рук мини, и мантру. И в мантру тоже это, там два посвящения. И, то есть, и дикшу получите, мантру очарования и красоты. Дикшу это передача силой. Потому что, если, допустим, вы заговор какую-то или молитву прочитали, но у вас нет посвящения, да, допустим, то если будет работа, работа будет очень слаба. Вас, ну, как бы не особо услышат. Вот. Вы не представлены, так скажем, да. Поэтому есть такая возможность, я доберу вам канал, посвящение вас пользуется. Цена очень символическая, 3 200 будет. Как же чем-то у него если закажете. Вот. Значит, узнаете магический секрет на ведение красоты. Это будут у нас, как говорят, современные русские методы. Оптимизируйте энергоцентр молодцы и жизненные энергии. Вот сегодня немного мы поработаем с этим центром. А на второй день, то есть вы научитесь ставить информационный код маличок с привлекательностью. Где и дорогим вам людям. То есть его можно делать, ставить на украшения, которые вы носите, на буки можно, допустим, да, на часы, это мужчины. То есть он подходит для многих ситуаций. То есть вы можете все вместе делать. Если вы профессионалы, работающие в эзотерике, да, пожалуйста, это будет вам еще один инструмент в вашей работе. Причем это, говорю, чистая энергия. Канал Рукмени, Рукмени это жена самого Лишну. Это один из высших богов, триады, тройцы. Поэтому здесь никаких таких грехов не будет. Мы не обращаемся к темным эгрегорам, к темным силам. Нам это не нужно совершенно. Нам нужна, как говорится, прекрасная жизнь наполнена любовью, очарованием. И чтобы еще и карма при этом у нас улучшалась. Только вот в этом аспекте я даю знания. Потому что если я буду давать знания в другом аспекте, зачем мне карму ухудшать? Мы их тоже не будем. Мы должны сейчас двигаться по направлению к позитиву. Потому что у нас сейчас идет переход совершенно на высокие вибрации. То есть оставляйте, если у кого-то есть статус, купите негативы. Ну, вы все тут позитивны. Потому что вы уже на субинарах просуствуете, это уже позитивно вы будете. Вот. То есть овладеете секретами введения подростковой морочкой этого второй день на привлекательность, оборожительность. И узнаете секретный рецепт волшебных тракт на морожене. Я уже говорил на прошлых вебинарах про тракт, манжетку. И сегодня это будет с интервалом, Жанночка. Потому что это достаточно интенсивно. С интервалом будет. Там, скорее всего, интервал будет в один день. По-моему, если я сейчас помню, первого и третьего там поставили, я простил. Интервал должен будет быть обязательно один день. Вот. В едином случае запись должен ввести. Вот. То есть вот травы еще, волшебные травы. То есть их немного омолаживающих трав. Они дают красоту и омоложение. Я уже говорил про манжетку. Сейчас я открою этот файл. И если у ведущей нашей ссылочка есть на подарок, то бросьте. Если нет, то я брошу эти ссылки сам сейчас. Сейчас я пока открою, объясню. То есть это секреты молодильной травы. Я про нее говорил на прошлых занятиях по лидической магии, кто был у меня. То есть показывал. Ссылки нет. Сейчас тогда кину. Ссылочку кину. Девочки, мальчики, скачивайте ссылочку. Так, сейчас, пардон, откроем. Так, где у меня эта ссылка? Вот она. Скачивайте ссылку. Я делюсь секретом. Так, копируем секретом моих прадедов, прабабушек с этой травкой на омоложение. Чтобы вы были молоды, красивы, чтобы ваши родители пользовались благами этими. Вот. Скачиваете там в PDF формате об этой травке указаны. Ну, сейчас я объясню, потому что вопросы могут возникать. Я в прошлый раз про нее говорил тоже. Вот. Показывал фотографию. Здесь я материал более плотно подготовил. Тем более, сейчас весна. Вот смотрите. То есть научное название этой травы – манжетка обыкновенная. Вот. Я, кстати, она пошла. Я сегодня был в лесу, как раз совершал огненные ритуалы. Вот. И вот травку нашел. Пошла травка. Сверху, как видите? Манжеточка. Вот. Гармошечка. То есть, похоже на рукавчик манжетов. Поэтому ее называют манжеткой. Цветы у нее оранжевого цвета. Так. Продолжение следует. Это явление временное. Сейчас Валерий перезагрузится. Видимо, его вынесло из нашей юбинарной комнаты. Так что, пожалуйста, давайте его подождем. То, что он говорит, очень интересно. Он открывает перед нами многие, в общем-то, простые старинные знания. Я думаю, что все довольны, кто сегодня пришел его послушать. И поэтому давайте его подождем. Ну, что я еще могу сказать вам? Пока Валеры нет, я могу сказать вам о... Несколько слов о завтрашнем дне. Сегодня у нас произошли перемещения, изменения в расписании. Вместе с Людмилой Кузнецовой выступает Артем Пащенко и Валера. Валерий Лакшми Кумар. Вот, все, он взошел, я ухожу. Ну, все. Валерий Лакшми Кумар. Так, это не что-нибудь там, что-то выходило. Ага. И тянет, вот, сылочку я тяну. Вот. Давайте я прочитаю, если мы, возможно, мелко объясним. Если вопросы будут, то сразу поправьте все-таки про подарок. Звук. Так. Звук. А что, не слышно звук? Девочки, поставьте, пожалуйста, мальчики, от 1 до 10. Как меня здесь не видно? Я чего-то не понимаю. Меня не слышно, разве? 5. 5. Рита, 1. Жанночка. Так. Сейчас я перезагружусь. Так. Буквально секундочку, я перезагружусь. Попробую перезагружиться. Перезагружусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так. Я перезагрузился. Пожалуйста, дайте обратную связь. Как? Теперь меня слышно и видно. От 1 до 10. Так, десяточка, отлично. Ага, ну это, видимо, подвисает технически. Так, хорошо, девочки, пока у нас не зависло снова чего-нибудь, я сейчас продолжу. Потом у нас еще медитация. Так, открою снова секреты молодежи и травы. Я объясню, как собирать, потому что основные, то есть, есть очень много методов, то есть, более секретные, но здесь вот основные такие методы. То есть, как выглядит, это понятно. Если будут сложности, вы найдете в интернете, в костерике наберете, посмотрите. Она растет везде по всей России. В Германии она тоже растет. Кстати, она известна в немецкой медицине. В нашей медицине она неизвестна. Я говорю, сам ветеринарным врачом проработал, поэтому я фармакопею знаю. Так что, если вы к обычным врачам обратитесь, они ничего не знают, не идти в виду. Она не ядовитая. Ее знают знахари, знают колдуны, травники. Ну, и то, допустим, не все, конечно. Ее, у нее много названий народных, но одно из названий – молодиметра. И те ведуны, которые знают об этих свойствах, они пользуются активно и помогают своим клиентам, своим близким. Вот смотрите. То есть, как собирать? Это очень важно. Когда будете эту травку рвать, впрочем, как и любую траву, это знахарский рецепт, никогда не рвите траву, то есть, когда будете рвать, рвите ее так, чтобы вы стояли лицом к солнцу, чтобы от вас тень не падала. Если тень на травку упадет, хотя бы малейшая силы, она будет полезной для почек, для гормональной системы. Ну, а омолаживающего эффекта вы не получите. Вы поняли? То есть, чтобы магическую… Вот, Еленочка пишет, у меня на даче растет Татьяна, на Украине растет. Везде девчонки растет. Бог не растет, он везде нам дает, везде. Только надо знать, как говорится, имеющие глаза и уши, да видит и слышит. Вот. Берите, пользуйте, значит, берете эту травку, чтобы тень не падала, это первое. Вот. А как возьмете вот эту травушку, значит, вы тут же не оглядывайтесь, на это место вы взяли. Допустим, вот нашли вы полянку, травку набрали, и перед тем, как уйти, оставьте откуп. Возьмите кусочек сотового меда, оставьте, можете в ямочку зарыть. Вот. И после этого уходите, не оглядываясь. Если вы откуп оставили, сделали все как положено, как я вам сказал, вам матушка Сырая Земля даст силу с этой травой молодильную. Вот. И тогда вы сможете молодиться. Ну, вы можете своими словами просто сказать, матушка Сырая Земля, дай мне силу молодости с этой травой. Вот. Но даже если вы не попросите вот этот ритуал сбывайте, она знает, для чего берется трава, и эта сила будет у вас в траве. У вас будут не только химические вещества, но будут магические свойства. Поэтому многие читают сейчас сказки, стируй на свет, там еще что-то, трава калюка, допустим, да, различные травы плакун, трава, ну, вроде как найдут. Это магические сквозь, не какие-то, потому что не знают, как ее брать. Это же тоже надо знать. Эти, к сожалению, знания очень многие. Ну, сейчас вот хорошо, что эра водолея, сейчас они поднимаются, делятся. Вот с основными знаниями я делюсь. То есть, когда травы собираете, и собирайте до трех часов дня. Лучше собирать часов двенадцать по вашему местному времени, когда солнце сзените, когда сила максимальная. Вот, когда вы ее собрали, вы ее, пожалуйста, просушите. Сушить ее обязательно надо в тенистом месте, в сухом, проветриваемом, чтобы солнечные лучи не падали. Если будут падать, то же свойства могут пропасть ее. Вот, как активировать процесс омоложения с помощью этой травки, да. Вот, допустим, кто у меня канал посвящения получит, будет на тренинге. Вот этот метод будет работать вообще в несколько раз мощнее. То есть, ну, и так даже будет она работать. Вот это, знаете, это как лампочка. Лампочка на, как говорится, сорок ватт, и лампочка на двести ватт, да. Вот, с посвящением. Вот, как активировать процесс омоложения с помощью нее. Так, что у меня девочка тут спрашивает? Так, Татьяна, Винь. Вот, Наталья пишет, мы ее в детстве ели, да. Ее можно есть. Вот, я сегодня тоже кушал со специальными заговорами, мантрами, подключениями, да. Кушать, да, но она вяжет. Палата она не очень идет. Я сам вегетарианец, то есть, я различные травы употребляю. Вот сегодня, допустим, делал крапивы, суп из крапивы и с нити. Уже с нити растет во всю, крапива растет. Вот, ну, это я в втором виде просто употреблял. То есть, вообще, ее надо сушить. Так спрашивают, собирают листья или цветы вместо меда, чем заменить конфеты можно? Нет, Танечка, конфеты не пойдут. Здесь в магии эксперименты немножечко неуместны. То есть, конфеты можно замен? Здесь не заменяется. Если вы хотите именно силу омоложения травы взять, то если вы ее просто возьмете, даже без всего, да, ну, она будет хорошо влиять. Она лечит два вида диабета, сахарный, несахарный. Она намочит каменную болезнь, хорошо намочит половую, естественно, потому что на центр этот вот здесь прекрасно действует, да. Вот. И на гормональную систему. Но омолаживающие эффекты вы не получите. Это уже проверено. То есть, никаких мед в сотах вы предлагаете. Там есть еще другие дары. Вот. Но на молодость надо, чтобы вы сладенькой были. Чтобы вы сладенькой казались. Вот. А конфеты сахар. К сожалению, сахар сейчас делают. Я могу вот эту тему отдельно открыть, потому что занимаюсь и консультирую тоже по практикам здорового питания и, как бы, по всем этим вещам. То есть, допустим, вы конфеты ей предложите. А что такое конфеты? Там сахар. А сахар как получен? Сахар наш белый, чтобы его отбелить, его пропускают через кости убитых животных. Фильтруют, да? И вы это предложите матери в земле. То есть, это продукт убийственный. Понимаете? Вы не получите силы. То есть, нужно понимать. Тут знания, они эти есть. Поэтому просто как бы не экспериментируйте. Мед можно купить. Кусочек сотового меда купить можно. Если сотового меда нет, вы можете взять просто обычный мед, жидкий, да? Лишь бы настоящий только. Почему сотовый? Потому что, если сотовый мед, это уже не подделка. Если вы возьмете не сотовый мед, там может быть подделка. И нет гарантии. Матушка земля принимает только именно такой мед. И она принят, и тогда сила у вас будет магическая. Здесь экспериментировать не получится. Это не Симарон. Я Симарон-систему знаю, ничего просто не имею. Хорошая система. Но здесь системы, так скажем, наших предков. Мы ее придумывали, я проверял. Не работает. Не работает. Не дает она омолаживающей силы на других. Поэтому не экспериментируйте. Просто кусочек сотового меда. Купите на ярмарке, на рынке. Это свободно можно сделать. Если вы 100% в качестве меда уверены, вы можете жидкий мед. Ложечку просто, как говорится, столовую, 2-3. И в ямочку сделаю, где вы травку собирали, дайте требу. Так, Светланочка спрашивает, только листья и листья тоже. Девочки, когда она будет свистеть? Когда первый цвет наберет, тогда собирайте. Без цвета она, конечно, вы будете брать, она тоже действует. Но максимально силы у нее будет, когда она расцветет оранжевым цветом. Вот как, допустим, видите здесь на рисунке. Вот, оранжевые бутончики. Берите ее в цветущем. Так же, как и все растения в расцветии берут. Вот. Можно и корни брать. Корни, но они уже идут не на омоложение, а корни собирают для мочи половых заболеваний, при камнях и все остальное. Но у нас курс не тип терапии, так скажем. А все-таки магический свойств омоложения. Поэтому в данном случае вам нужно травочку собирать. А так, корешечки тоже берут. Травка немножко дажа, поэтому ее сушить. И вы можете, так, про активацию, сейчас расскажу, что-то всем. А, полегу всем. Я отвечу сейчас девочке на вопрос. Сейчас сначала по этому пройдутся, то я отвлекаюсь. Значит, как активировать процесс омоложения с помощью нее? Вы ее насушили. Значит, 40 дней ее надо употреблять минимум внутрь, натощак, перед едой. То есть, по 50 мл настоя травы. Как делаете? То есть, одну столовую ложку сухой травы на стакан кипятка заливаете, вот, полчаса настоялась, да? И после проследить настой. Вот вам, пожалуйста. Можно настой даже 3 дня в холодильнике хранить. Подогревать чуть-чуть и выпивать. Можете кубики льда сделать, допустим, заморозить, да? Умываться этой травкой. Вот. И обязательно возьмите ложечку сухой травой, подкуривайтесь. Подкуривайтесь по пятницам желательно. Окуривайтесь свое тело, подожмите ее, как благовоние, да? Птичка, она хорошо говорит, задуйте, пойдет дымок. И окуривайте все свое тело, все свои чакры. Особенно половую чакру, прямо между ногами вставайте. Если вы видели восточные, возможно, фильмы, вы увидите, что там наукли кладутся различные благовония, женщины, мужчины. Допустим, раньше они же там носят, допустим, такие, ну, как бы, балахоны, платья. То есть, они встают, они окуривают все свои, так скажем, прелести. Вот. Это надо, то есть, окуривать. То есть, она будет воздействовать на энергетическом уровне. То есть, она снимает негативы с этого уровня и включает процессы. Обязательно окуривание. И по пятницам принимать омолаживающие ванны, в настоя травы. То есть, одного литра настоя травы хватит на целую ванну. То есть, ванну в воду обычно набрали и сверху налили. Не наоборот. То есть, набрали водичку ванну и сверху наливается траву. Сверху. Вот. Дух Святой сверху идет. То есть, выливаете наполненную ванну и совершаете омовение. Когда омовение будете совершать, если знаете, какие-то медитации на омоложение делаете, а вообще просто представляете себя молодой, красивый. То есть, в космосе ее применение. Как вы наливаетесь силы, как у вас кожа становится более упругой. То есть, вспомните себя в более молодом возрасте. То есть, чтобы ваше подсознание мозг включилось. То есть, вот так вот можно замечательно с этой травкой работать. Потом, допустим, цикл можно повторить. То есть, раз в полгода желательно повторять этот цикл. То есть, вот по 40 дней. Так, сейчас отвечу на вопросы, и мы дальше пойдем. Так. Так, Татьяночке, я не ответил. Только Татьяна мед надо, конфеты нельзя. Конфеты дадите, но магического эффекта омоложения не получится. Так, Светлана, да, нужно цветущую траву собирать. Она цвет быстро набирает. Она все лето цветет. Так, так. А мед не в сотых можно? Верочка, я подробно ответил на этот вопрос. Если вы поздно зашли, я отвечу. Можно, но если вы 100% уверены, что это 100% мед. Потому что вот этот жидкий мед очень часто подделывают. Что-нибудь добавляют. А это уже не то. А нам нужен 100%. В манге, в каких делах, как говорит, креативность не нужна. На всемороне только можно. Там это приветствуется, а здесь нет. Если вы хотите реально, чтобы технология работала, тут надо, так скажем, литературу, методику соблюдать. Можно использовать жидкий мед. Но если вы 100% уверены, что это 100% мед, то туда ничего не добавлено. А в этом уверены вы вряд ли можете быть. Поэтому и 100% мед рекомендуется. А в сотых его уже не подделаешь. Он 100%. Там кусочек надо. Можно, можно. То есть, если вы уверены, то можно. Там 3 столовые ложки или 2 ложечка достаточно. Вот ямочку, где вы можете подкопать, где вы трассу собирали на эту полянку, там оставить. Только когда сделаете, оборачивайтесь и больше на это место не смотрите. Уходите. Иначе сила с травой уйдет. Так. Наталья спрашивает. Сказать, мать сырая земля и дай мне силу с этой травой. Укажите. У ней много силы. Мы берем молодильную силу. Прямо так и скажите. Матушка сырая земля, дай мне силу умолаживающую, силу молодости, силу младости. Вот. Молодую силу, да. С этой травкой. Можете ничего не говорить, она вам даст. Потому что основное свойство магическое, вот тут молодильное. Она знает, когда вы придете, вы будете делать треду с медом. Да, она вам даст. Лучше сказать. Просто покрасивайте ее. Есть различные заговоры. Кто знает заговоры, можете употреблять. Татьяна Вин. Повторите, сколько дней, сколько раз в день. Самой диету или ограничение в еде надо соблюдать. Или можно, если будет, ищу, включая молочную и мясную. Так, я не понял сейчас, к чему этот вопрос. Диету, не диету. Это у нас тема немножко сейчас к магию красоты идет. Это, конечно, все взаимосвязано, Танечка. Спасибо за вопрос. Я еще раз говорю, ссылку мы кинули здесь в чат на подарок. Сейчас я еще раз продублирую эту ссылку. Вы можете скачать. Дело в том, что уже времени много. Нам еще практиковаться нужно. Все подробно описано в подарке. Но я еще раз отвечу. Значит, что тут? Сколько дней, сколько раз в день. Да, минимум, то есть, чтобы включить процесс омоложения, да, с помощью магической силы этой крови, 40 дней. 40 дней нужно употреблять внутрь, натощак, перед едой. Ну, минут до 15 до еды. Вот. Потому что она способствует сокоотделению желудочным соком, у вас еще и пищеварение подлечится и излечится. То есть, она действует полностью. Но она очень хорошо действует на фертильные функции, на функции привлекательности, то есть, на гормональные функции женщины. Вот. Особенность. Ну, для мужчин тоже она полезна. Ну, много ее не надо. То есть, для магических свойств идет совсем немного. Вот. А омоление принимать по пятницам и окуривать. Тут я вот не написал. По пятницам на красоту делал. Потому что Шукра управляет. Вот. Боги красоты, они, как говорится, управляют пятницей, Венерой. Так, Жанночка, благодарю, Жанночка, сердечко, приятно. Так, Наталья, умываться по утрам настоем? Да, вот смотрите, я не знаю, Наталья, вы откуда, допустим, если вы живете в холодном где-то регионе или еще что-то, да, вы можете даже на зиму сделать. Или зимой, допустим, настои трав сделали, можете кубики, вот кто кубиками льда умывается, вы можете двойную и тройную пользу сделать. Вы можете из этого настоя сделать кубики льда. Да, и вот как обычно, если вы используете по массажным линиям, так скажем, от центра к периферии, да, от центра к периферии вы умываетесь и еще медитируете на красоту и на молодость. Для тех, кто интенсив получит, вы просто включаете канал, посвящение, которое я дам, и это будет вообще легко и быстро работать. То есть у вас помимо красоты и процесса молодости будет. Вот, то есть можете по утрам, можете к вечеру, допустим, косметику вы сняли, то есть или перед косметикой, перед наложением как бы сделали, да, только на кубики льда будете делать, крутой настой не надо. Рецептуру соблюдайте, потому что травка немножечко вяжет, вот, то есть столовую ложку без вверха, вот, просто не надо договаривать. Она не ядовитая, но противопоказанием могут быть это индивидуальная непереносимость и перед применением проконсультируйтесь с врачом. Только сразу вас предупрежу, врачи, они ничего не знают, к сожалению, вот, кроме немецких врачей, там немецкая медицина международная, она из-за любви употреблялась, там у них фармакопейка травка известна, а у нас в России не знают, только знахали знают. Так, Татьяна Вин, я, скорее всего, буду давать, если будет тут потребность, вот, по здоровью, вы можете даже на индивидуальную консультацию записаться, что у вас какие-то есть нюансы, это будет даже еще проще, индивидуально под вас можно, сказать, и различные программы составить. То есть у меня идет все в комплексе, то есть мне знания позволяют, потому что это эзотерические знания, то, что я, говорю, знающий в родах, плюс врачебные, действительно, то есть с ветеринарным, ну, врачом. Там даже еще больше надо знать. У человека всего лишь одна физиология, а у меня, вот, в общем, животные разные, у всех различные антонии, различные физиологии, да, вот, еще больше, то есть все эти системы известны, и плюс занимаюсь этими методиками давно. Скорее всего, будут эти курсы, да. Так, скорее всего, будут. Так, Наталья, ты что-то на видео, я на видео что-то, не понял. Так, ладно. Так, этого я сейчас отключаю при презентации подарка. Вот так, подарок сейчас еще раз кину, ссылочку, кто не успел перейти скачать, и вы можете себе скачать эту травку. Вставляю. Скидаю. Берите, девочки, мальчики, ссылочку, шерстную эту травку. Вот, и продолжаем наш, так скажем, вебинар. Так, сейчас я открою, у нас там что? У нас здесь по курсу. Так, это мы здесь на теле смотрели. Так, я думаю, многие из вас подкованные здесь, все продвинутые. Все знают про чакры, да. Медитации различные проходили. Если кто-то не знает про чакры, где и какие чакры располагаются, допустим, мы сейчас будем говорить про Спасхистану чакру. А если кто-то не знает, поставьте минус. Даже если один человек не знает, я поподробнее расскажу. Если знает, то мы из практики просто перейдем и все. То есть все знают, да, где Спасхистана чакра находится, за что отвечает. Вот, значит, центр молодости и красоты, он, естественно, связан с Спасхистаной чакрой. Оранжевой чакрой. О, Жанночка, плюс, отлично, вы знаете, хорошо. Если кто-то, так, вот Галина не знает, то Галиночка, тогда слушайте. Я повторюсь, что она для вас, потом мы перейдем к медитации. Значит, вот наша Спасхистана чакра является энергоцентром нашей молодости, привлекательности. Именно на ней магия очарования и работает. То есть это источник нашего магнетизма, источник вашей притягательности, источник вашей сексуальности. А также Спасхистана чакра управляет вашим эфирным телом. А что такое эфирное тело? Это дубль вашего физического тела. Если эфирное тело здоровое, то и физическое тело будет здоровое, да? Вот. А вам, девочкам, обязательно надо суббить до Спасхистана чакры, потому что ваша энергетическая основа, ваша физиология, она наиболее тонка. У нас мужчин погрубее немножечко, поэтому мы и как бы более, так скажем, устойчивы к внешним агрессивным влияниям судьбы. А у вас более, так скажем, структура энергетическая, духовная, нежная. За счет махат-чакры. Это высшая чакра, в которой мужчин отсутствует. Она находится между лбом, между третьим глазом и между коронной чакрой. Вот здесь вот махат-чакры у нас уже нет мужчин. Вот. Это чакра, которая отвечает за красоту, за чувство прекрасного, за, так скажем, нежность. Потому что так закодировано природой, что женщина произрождает дитя, вот. И женщине нужна сильная интуиция, чтобы понимать дитя, как говорится, без слов. И чувство прекрасного любви, нежности, женщина развита наиболее сильно. Вот. И мы, мужчины, интуитивно стремимся к вам, потому что эти энергии в вас преобладают. Но эта махат-чакра, она эзотерически связана с ватхистана-чакрой тоже. Вот. И ватхистана-чакра имеет длинную волну оранжевого цвета. И если вы наблюдательны, то вы заметили, что махат-чакра у нас имеет цветы какого цвета? Оранжевого цвета. Да, оранжевый цвет. Поэтому в мире все взаимосвязано. Вот. В мире все взаимосвязано. Сейчас вот мы тоже проведем медитацию. Вы активируете энергии вашей привлекательности, красоты. Очистите и гармонизируете эфирное тело, его канал, и получите энергетическую подпитку в исполнении цвет. И вот риточки, галени, я объясняю, где эта чакра у нас располагается. Первая чакра у нас располагает. Что такое чакра? Чакра – это энергетические центры, через которые в наши энергетические тела и в наш физический организм вливается энергия. Это то, за счет чего мы живем. И каналы, через которые мы получаем информацию. Это очень могущественные центры. Они влияют на все цели жизни. Вот первая чакра располагается на уровне копчика. Это я вот для риточки и галиночки отвечаю. Ну и тех, кто не знает. То есть располагается на уровне копчика. Мулатхара. Она имеет красный цвет. А вторая чакра, с которой сейчас будем работать, это чакра с подхистанной чакрой. Или половая чакра. То есть она располагается на уровне ванхи. Сначала мы просмотрим видео. Я озвучил фрагмент видео. Видео это как бы тоже видеомедитация на патхистанную чакру. То есть мы сначала визуально просмотрим, настроимся на длину этой волны. Визуально скорректируем. А потом я отключу и я буду голосом сопровождать. Мы сделаем еще медитацию онлайн. То есть у нас два этапа она будет происходить. Так. На интенсиве будет проработка второй чакры. Можно допустим, какой чакры нет у мужчин? Чакра Махат. Махат чакры, напишем. Махат. Поэтому мы сильно отвечаем. То есть видите, вы женщины. Ну это заметно сразу. Допустим, да. Понятно, что там сейчас многие мужчины там за модой могут сидеть. Еще что-то. Но в основном, если мы понаблюдаем, то есть у кого чувство вкуса больше развито, да. Кто вот любит украшения, кто любит уют, гармонию, кто чувствителен, так скажем, к нежности. И чувствителен, так скажем, сильно к грубости. Это вы женщины. То есть вы нежные существа. И почему вас называют, допустим, девушка, да. Девушка. Мужчин же не называют там как-то вот это. Допустим, мы немножко разные в этом плане, когда произреждаемся, тела даются. Девушка – это от слова «дев». Дев – богиня. То есть богиня. То есть вы когда рождаетесь, вы рождаетесь уже наполненным сосудом энергии. И вам ее нельзя распускать влево-право. Поэтому женщина, девушка очень аккуратно выбирает. Вы вынуждены. То есть куда энергию дать? На своего любимого человека. То есть вы – сила мужчины. То есть в Индии, на Санскрите, мужчин называют «шактиман». Шакти – это сила. Шакти – это женщина. Вот. Аман – это мужчина. То есть и мужчина, я тебе переводить в дословно «шактиман». Мужчина, владеющий силой. Ну как можно владеть силой? Силой можно владеть только тогда, когда она сама добровольно отдастся ему. А когда сила отдастся? Допустим, когда женщина. Если это любовь, если это взаимность, если идет уважение, если идет взаимопонимание, если нежность. Вот. В активно проявленной энергией Венеры, то есть Махат-чакру определяет тоже унирянскую энергию. Как раз вот эти каналы будут открыты. Но они забиваются по жизни. Вот Патистана чакра что такое? На нее обязательно надо обращать внимание. Вот все обиды, допустим, в личных отношениях, с противоположным полом, да, были, они дописывают, к сожалению, на Патистана чакры. То есть на чакре надо медицировать, ее нужно очищать. Потому что если она у нее имеет 6 лепестков, каждый лепесток – это турбулент, это воронка энергии. Труб, который крутится. Если даже одна хотя бы повреждена, вот, естественно, будут проблемы в личной жизни, с привлекательностью, с молодостью, вот, и с гормональной системой с телом, да. Вот. То есть Патистана чакра очень важна. Ну, а для мужчин тоже для нас важна, естественно. А у вас эта тема более тонкая, поэтому вы чувствительны. Если мы мужчины, мы же грубоваты по своей природе, да, у нас марсианская энергия, грубо, ну, мы для этого, мы для защиты как бы созданы. У нас заточка просто другая, под другое. Поэтому иногда где-то вот такое. А вы очень чувствительны, допустим, к различным интонациям, к нежностям, вот, и эти энергии у вас проявлены за счет махат-чакры. О ней мало кто знает, но она в тантрах известна. То есть это вот у вас третий глаз, затем у нас на макушке сахат-чакры. И вот здесь повыше, вот где вот начинается волосяной покров, чуть-чуть, вот, посередине между сахат-чакрой и аджиной. Вот как раз махат-чакра располагается. У нас мужчин или нет, у вас на макушке. Поэтому вы, как говорится, чувство прекрасного в вас развиты намного больше. Вот. Так, ладно, ну вот увидели чакру. Сейчас я загружу видео. Пожалуйста, приготовьтесь. Так, ответил я, надеюсь, да? Махат, Татьяна, видишь, где находится чакра махат у женщин? Нет, Татьяна, я показал, она находится вот здесь, между аджиной чакрой и сахат-традой чакрой. Вот здесь вот, где начинается волосящая часть головы. Так. Но она вам, в принципе, сейчас особо не понадобится. Она автоматически действует, это просто уже, так скажем, к общим знаниям. Так, открываю, открываю. Где у меня так видео? Вот видео. Так, пожалуйста, настроитесь на медитацию визуальную. Сначала мы медитацию визуальную. Посмотрим, это короткий фрагмент, 2 минуты идет. Видео я озвучил. Посмотрите, пожалуйста, вписайте оранжевый цвет, цвет этой чакры. А затем мы пройдем и онлайн медитацию, то есть там у нас уже будет второй этап. Естественно, мы будем более, так скажем, мощно уже подключенным каналом прорабатывать эту чакру. Сейчас мы ее просто прорабатываем, эффект тоже будет все равно. А там будет намного мощнее эффект, намного эффективнее. Потому что будет уже канал подключения. Вот, конечно, будет. Так, сейчас включаю. Пожалуйста, смотрим, не отвлекаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 И через скобчик он, белый луч света, опускается в ядро Земли. В ядро Земли. В ядро Земли. В ядро Земли, которая находится в области ваших гениталий, в области ваших божественных половых органов, в области таза. И представьте, как цвет энергии из белого становится оранжевым. Энергия из белого цвета превращается в оранжевую энергию. Итак, насыщайтесь энергией оранжевого цвета. Оранжевая энергия омолаживает, включает и активирует в нас процессы омоложения. Она улучшает наш внешний вид, делает нас более привлекательными и обаятельными. Повышает уверенность, дает психологическую гибкость и делает человека сексуально притягательным и привлекательным. А теперь приступим ко второму этапу. Пожалуйста, обратите внимание на свою оранжевую энергию. Вы можете ее представить даже в форме оранжевого цветка. Пускайте эту энергию в себя. Начните ощущать оранжевую энергию по всему телу. Наполняйтесь этой оранжевой энергией. Максимальное ощущение будет в нижней части живота, в районе второй чакры. Делайте это столько, сколько вам хочется и насколько вам приятно. Пожалуйста, после того, как вы сами наполнились оранжевой энергией, наблюдайте за собой, что происходит, какие ощущения вызывает в вас оранжевая энергия. Оставьте эту оранжевую энергию, этот оранжевый цветок, в себе. Направляйте на него свое внимание. Ощущайте оранжевую энергию. Исходящую из оранжевого цветка или с ватхистана чакры. Через несколько минут вы почувствуете прилив бодрости, подъем настроения или другие приятные ощущения. У всех это будут свои ощущения, индивидуальные. А теперь, пожалуйста, делаем глубокий вдох и завершаем нашу медитацию. Вдыхаем и на выдохе открываем глаза. Вдыхаем. Выдохнули, глазки открыли. И поблагодарим нашу с ватхистана чакру оранжевого цвета. Говорим ей «благодарю» три раза. «Благодарю», «благодарю», «благодарю». Так, все вернулись. Так. Да, Татьяна, Танечка, я ваш... Ну, видел отзыв. Ее же можно. Так, пожалуйста, девочки, теперь поделитесь вашим медитативным опытом. У кого какие были ощущения? У кого какой был цвет, яркий, насыщенный? Или же, допустим, не удалось визуализировать? Были ли ощущения вообще? Может быть, были какие-то другие? Потому что это медитация, имеющая диагностическое значение. Так, а я пока попробую Танечке ответить на предыдущий вопрос. Так, можно пояснить, что на интенсиве будет? Да, проработка будет обязательно, потому что я говорю с каналом посвящения. Так, сейчас многие говорят, что идут новые энергии. Уже есть объединенные чакры. Ее тоже надо активировать. Но это все взаимосвязано. А основные чакры тоже должны в порядке быть, прежде чем в объединенную чакру активироваться. Так. Татьяна, вот ссылочку. Так, девочки, ага. Так, вот Галиночка пишет. Ощущение хорошее, но цвет сначала зеленоватый уходил, а потом в темно-серый. Вот. Если вы правильно сконцентрировались, то есть на уровне вашей вакистана чакры, да, это, если серый цвет, это указывает, что некая проблематика есть. То есть нужно прорабатывать до оранжевого цвета. Ну вот скажу. То есть эту медитацию можно даже ежедневно проводить. Вот смотрите. Делайте себе самодиагностику, и я вот скажу следующее. Допустим. А если вот недостаток оранжевого цвета, да, он будет. Это может проявляться в сниженном жизненном тонусе, в депрессивном настроении, вялости, вот, сомнение, неуверенность в себе, самообменение. То есть любви к себе, значит, не хватает. То есть тебя надо любить побольше, да. То есть если человек начинает работать с оранжевой энергией, в его жизни начинают происходить изменения в лучшую сторону. Вот. Хочу заметить, что сразу, если при работе у вас с оранжевым цветом нет никаких ощущений, значит, эта чакра у вас работает слабо. А тем более, если какие-то есть цвета, темные, да, то это и есть негатив, но это хорошо, что вы увидели, это значит, что он уходит, проходит. То есть надо продолжать ежедневно по 5-10 минут работы с оранжевым цветом. Ощущения появятся, будут постепенно усиливаться. Могут даже быть эргостические ощущения. Вот мы на предыдущем вебинаре делали, но многие были и эргостические ощущения, потому что эта чакра как раз вот так. Насок светлана, ощущения не было на этот раз. Вот, ну, понятно, здесь можно интенсивить, вы сами проработаете, то есть желательно, чтобы ощущения были. Ощущения и видение оранжевого цвета. Тогда это означает, что чакра ваша работает хорошо, она подваряжена. Лепестки все раскрыты, все 6 лепестков. Вот, это нормальный уровень. Так, Нина, приятные ощущения были, цвет был оранжевый. Отлично, это уже хорошо, значит, чакра у вас функционирует, усиливаете ее, усиливаете. Татьяна М, у меня был бы что-то оранжевый. Шикарно, очень шикарно. Вот, это отлично. Так, ну, пыталась пооранжеветь его. Отлично. Вот, именно надо так прорабатывать, прорабатывать. Если цвет куску или его нет, вы прорабатываете его, делаете более оранжевый. Можете даже оранжевые цветы, там, ноготки, герберы оранжевые, представьте, ту же манжетку оранжевые представить. То есть, у кого слабый цвет, вы можете оранжевые одежды носить, допустим, да, какие-то украшения. Какую-то, как говорится, сумочку оранжевую какую-то с собой носить, чтобы настраивать постоянную длину этого цвета. Так, Галина, так. Татьяна, яркие оранжевые цвета, как у описана, очень красиво, чувствовала, здорово. Отлично, отлично. Вот на предыдущем вебинаре, там, у девочки, там, что-то у женщины даже вибрировало, то есть, диск, говорю, карагастическим ощущением. Так, Татьяна, музыку можно выключить? Так, выключил вроде бы. Все выключил. Так, у меня здесь ничего нету. Так, Галина, благодарю, классно, отлично, отлично. Жанночка, цветок на стульце, да. Тоже на стульце можно. Можно там, допустим, бах от оранжевых бывает. Татьяна, ага. Вот, ссылочка, пожалуйста, еще раз. Приглашаю вас всех на мой онлайн интенсив. На мой онлайн интенсив. Приходите. На онлайн интенсиве вы узнаете о магических секретах наведения красоты. Узнаете, как подключиться к силам ведических богов любви и очарования. Познакомитесь с уникальной техникой постановки кода маячок привлекательности. Узнаете, как стать очаровательным или очаровательным, если вы мужчины, да, и притягательным для противоположного кулы и окружающих вас людей. В результате прохождения интенсива вы получите посвящение в канал очаровательности богини Рукмини, получите посвящение в мантру очарования и красоты богини Рукмини, овладеете секретами колдовской морочки на привлекательность. Это как раз вот я дам вам древнерусские методы. Активируйте энергоцентр молодости и красоты. Мы будем еще работать, так скажем, с этим энергоцентром, но уже с подключенным каналом. Это будет совершенно другой результат. Научитесь ставить информационный код маячок привлекательности и дорогим вам людям. То есть, как я уже говорил, это можно сделать и на вещи, допустим, да, и на духи, на украшения различные. То есть, область применения маячка очень обширная. Это будет двухдневный тренинг. Я делаю скидку, здесь вот, смотрите, 3700 неправильная цена, 3200. Изначально, то есть, курс это стоит 9400, я делаю очень большую скидку. То есть, достаточно в нашем скидке на время доступная цена. Можете использовать эту возможность. Значит, первый день, чем мы будем заниматься? Как я уже говорил, в первый день вы получите подключение и подключение в канал очаровательности рук мини и дикшу на мантру очарований и крыски. Дикша — это передача мантры. Потому что, если вы что-то прочитали или где-то чего-то как-то просто услышали, дикша сила не передается. Сила передается из устно от учителя к ученику. И благодаря виртуальному пространству это возможно. Энергия гранит не имеет. Узнаете о магических секретах наведения красоты, активируете энергоцентры молодости и жизненной энергии с помощью уже канала открытого. Второй день у нас будет, вы научитесь ставить информационный код маячок привлекательности все себе и дорогим вам людям. Овладеете секретами наведения колдовской оморочки. Мы уже поняли, что этого слова бояться нельзя. Это правильно употреблять и знать, как и куда обращаться. На привлекательность и обворожительность. Узнаете секретный рецепт волшебных трав на умолчение. Я вам дал одну травку, если их немного совершенствовала, то я дам другой рецепт, более мощный. И тем более, теми знаниями, которые вы получите, это будет совершенно другой результат. Причем, вы сможете быть более привлекательными, притягательными, сексуальными, красивыми. И в любой момент времени это достаточно легко и просто сделать уже, так скажем, с подключенным каналом, который уже будет у вас. И вы будете создавать более положительный образ и впечатление себе на окружающих. Вы будете больше нравиться окружающим. Поэтому приглашаю еще раз на свой онлайн интенсив. Кто заинтересовался, кому эта тема интересна, приходите, ссылочки, будет так, Галин спрашивает, когда будет тренинг, будет в первых числах июня, это будет он перерывом, в один день, скорее всего. То есть я попросил поставить, там, по-моему, будет первого, если не ошибаюсь, третьего. Первого, третьего будет. Будет чат у нас в общих, где мы можем, будем общаться, как говорится, тонкости какие-то, скайпи нам дадут чат, тонкости можем обсуждать. Поэтому, если тема интересна, пожалуйста, приходите, я поделюсь с вами с радостью этими знаниями. Цена очень символическая, сейчас вам говорю, так что не пустите возможность, вы можете прикоснуться к этим тайным знаниям, обрести их и, так скажем, передать этим вашим внучкам, внукам, детям эти знания. Они облегчат их жизнь, и сделают и вашу жизнь, и их жизнь более счастливой, наполненной любовью, красотой, гармонией. с радостью. Так, если есть какие-то вопросы, девочки, спрашивайте, если нет, то время закончилось, вебинары, я включаюсь так, скативно с вопросом. Татьяна спрашивает, у меня яркие оранжево-сочные цвета, хотя в НИОМО крупных размеров, почему, и как, и все быстро. Это, НИОМО, это прежде всего, говорю, эмоциональные проблемы идут, это обиды. Обиды идут, и их нужно прорабатывать. Так, ну-ка у нас там. Это хорошо, что Танечка, что у вас яркие оранжевые цвета, яркие оранжевые цвета. По НИОМЕ, если хотите, это отдельную консультацию, я могу вам дать. есть много различных подходов, это сейчас, в общем, тщательно мы обсуждать не можем. Нужно понимать причину НИОМО, да, нужно понимать причину, какие причины привели, а причина может быть несколько на различных уровнях. И, соответственно, с этим уже, так скажем, подбираются методы, назначаются средства. Ну, вот, медитация на Порхитана чакре, она тоже поможет, так скажем, в этом деле исцеления. Но это хорошо, что у вас оранжевые сочные цвета, это просто говорит о том, что, по крайней мере, у вас она не должна прогрессировать. Так, дорогим людям ставить маячок, это привлекательно для другого человека. И, как понять, дорогой человек это русский режим? Ну, допустим, у вас есть дочь или внучка, да, а у ней, допустим, ну, может быть, проблема, или вот она хочет, не может найти пару, или там, допустим, ну, бывают такие случаи, что у человека есть проблемы с построением контакта, с другими людьми, чтобы оказаться красивее, чтобы казаться приятнее, да. Если вы поставите маячок привлекательности к такому человеку, да, в обществе к нему будут относиться благожелательно, этот человек будет нравиться другим, и, соответственно, если человек нравится другим, что происходит? Все двери открыты, как говорится, да, поэтому такому человеку живется легче. Если нужно найти партнера, это тоже делает тоже легче, если нужен успех в карьере или еще где-то, или там, допустим, что-то на работе было или на учебе, тоже все прекрасно, как говорится, все, все статиры и алмазы, жемчуга и бирюза, все от падишаха сразу за красивые глаза. Помните, да, восточную песню, это вот как раз из этой темы, вот, то есть это очарование для этого наводится, да. дорогой человек, это родственники, друзья, вы можете делать, допустим, если вы практикующий человек, есть эзотерики, допустим, практикующие, тут очень часто бывают и коллеги мои, да, то есть это один из инструментов, так скажем, да, один из инструментов. Вы можете, если вы, допустим, занимаетесь стремительством, еще чем-то, или вы хотите, пожалуйста, у вас будут уже инструменты, так скажем, вы можете делать постановку мальчика привлекательности и другим людям, пожалуйста, это как профессия, можно сказать, в узком направлении, конечно, вот, можете использовать и свои профессиональные практики. Так, когда будет клиник, ответили мы в начале июня, в первых числах, говорят, под чем действует только по личной яхте, ну, извините, грубо отвечу, говорят, в Москве курдалят. Я же вам только что много раз подъяснил, что подключение передается из уст. Но вы меня сейчас же слышите? Слышите, да? Вот, поэтому получение вы получите. Получали, будет получать подключение. Вот, передаваться может даже и на расстоянии. То есть, энергия, препятствия, мнение. То есть, разъясняю, вот, если это у вас сомнение, да? Так, другое дело, если это отрицание, то прислушайтесь к себе. Возможно, там какие-то другие нюансы могут быть. Ну, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Далее. Благодарю, очень интересно. Татьяна благодарит, отлично. Сколько по времени будет онлайн на консультации два дня? Сколько часов будет? По два часа? Не, не, не. Ну, там, или, бывает, и больше. Вот видите, у меня, допустим, полтора часа, я рассчитываю, но уже время вышло. Хотя, перед этим, вебинар провел, у меня даже перерыва не было. То есть, я в консультации, если возможно не жалеть. Тем более, у вас будет чат. В чате мы можем обсудить различные вопросы, которые вас интересуют. Так, что-то не переходит к оплате. Это, я не знаю. Это, пожалуйста, с предыдущими, я этими вопросами не занимаюсь. Так, мне очень понравилось. Девочки, благодарю, благодарю за, так скажем, Жанночка, с какого возраста можно ставить детям маячок? С двух лет? Раньше не ставят. С двух лет ставят. То есть, есть показания, лишнего тоже не нужно. То есть, ну, допустим, ребенок пошел в садик или в школу, да, маячок можно поставить, чтобы, допустим, воспитатели меньше обижали, чтобы больше любили, да, вот, понимаете, да, то есть, шелок спектр действия. Но, ставят в двух лет. Это категорически уже, то есть, это по-знахарски. Ставят не раньше, как говорится, то есть, год не ставят. Пока два года не исполнится ребенку, ставить нельзя. Два года исполнилось? Так, сейчас, благодарю, благодарю, девочки. Так, благодарю, благодарю, все поняла. Отлично. Так, девочки, если вопросов больше нет, то я завершу. Если есть, все спрашивают, имя тоже благодарит. Девочки, мальчики, спасибо большое. Очень приятны ваши отзывы. Приятно, что такие прекрасные люди, которые существуют, существуют и развиваются. Приходите на мой онлайн-интенсив, кого это интересовало, встретимся там или встретимся еще на других семинарах. Всего хорошего. Я передаю слово нашей прекрасной ведущей. Всего доброго. Счастья вам, удачи, красоты, процветания. И изучайте ваше обаяние. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, процветанием и удовлетворением. До свидания. До новых встреч. Валерия. Я надеюсь, все остались довольны его интересными, познавательными, глубокими, полезными, экологичными знаниями, которыми он сегодня с нами поделился. И пожалуйста, давайте ему поаплодируем и выразим слова благодарности любыми значками, восклицательными знаками, сердечками или плюсиками. Так, хорошо, я вижу, да, оплаты у нас уже пошли, и это очень замечательно. Итак, я хотела бы заострить внимание на двух продуктах, которые нам сегодня предлагает Валерия. Итак, это онлайн интенсив, который начнется в начале июня, он будет проходить первого и третьего июня с разницей в один день. цена его на три дня в течение трех дней стабильная 3200, далее она будет увеличена, и все, кто желает присоединиться, пожалуйста, кто хочет поучаствовать, вернее, участвовать и наполнится новыми знаниями, пожалуйста, делайте заказ обязательно заполните ваши контактные данные без ошибочек, имя, e-mail, телефон, скайп, оформляйте, вернее, нажмите кнопочку оформить заказ и далее выйдите на страничку, где находятся наши реквизиты и выберите, пожалуйста, подходящую вам форму оплаты. Валерий уже сказал много о своем интенсиве, но я еще немножечко повторюсь, очень кратко. В результате прохождения интенсива вы получите посвящение в канал очаровательности рукмини, посвящение в мантру очаровательности, очарование и красоты рукмини, овладение секретами наведений, кладовской оморочки на привлекательность. Активируйте энергоцентры молодости и красоты, научитесь ставить информационный код-маячок привлекательности к себе и дорогим вам людям. Так что, пожалуйста, подумайте, принимайте то решение, которое подсказывает вам ваше сердце и делайте заказ. Это одно предложение, которое сегодня нам делает Валерий. Второе предложение это индивидуальная консультация. Так, сейчас я тоже брошу. Так, это про мой скайп, нет, мой скайп, сейчас я попозже дам. Я одна, вы меня все извините, я только что могу успеть, то и делаю в определенной последовательности. Итак, индивидуальная консультация с Валерием по скайпу. На консультациях применяются методы ясновидения, карты Таро и другое. Тема консультации диагностика состояния энергетики, наличие негатива, деньги, бизнес, работа, отношения, магические вопросы, расчет, индивидуальные мантры успеха, удачи, любви. Стоимость 3000 рублей. Также просьба без ошибок заполнить контактные данные и перейти к оформлению заказа, нажав на зеленую кнопочку. Далее вы увидите страничку с нашими реквизитами, выбираете, оплачиваете и получаете то, что вам хочется. То есть индивидуальную консультацию с Валерием Лакшми Кумаром. Вот два его предложения. Так, теперь я перехожу к нашим скайпам. Значит так, почему сегодня я одна? Могу поделиться очень интересной информацией. Сегодня мне пришло письмо на мой скайп. Я сейчас немножечко вам сделаю, а потом эту информацию, которая будет очень, я думаю, полезна, потому что произошел, в общем-то, взлом скайпа Елены Ермушиной. Сейчас вам прочитаю письмо, которое, может быть, придет и к вам тоже, но вы просто обратите внимание, что по нему ничего не надо делать. Сейчас я вам его зачитаю, и это просто будет как бы вооружен, значит, вернее, предупрежден, значит, вооружен. Вот смотрите, какое письмо сегодня пришло к нам, и, в общем-то, человек лишился своего скайпа, поэтому я сегодня ее, скайпа не даю, ее, в общем-то, даже и нет сегодня рядом со мной, то есть она не ведет сегодняшний вечер. Итак, слушайте, доброго времени суток, прошу прощения за рассылку в контактах, но это и не проект, а первые прибыльные работы в интернете. Имеется вакансия на работу, модератор, работа несложная, среднее владение ПК, срок обучения от 1 до 3 дней, возраст не ограничен, зарплата от 15 тысяч рублей. По всем вопросам трудоустройства обращаться к Анатолию Семенову, ник в скайпе, ну, скайп тут идет, и спасибо за ваше внимание. Вот Лена сегодня имела у меня осторожность пройти по этому скайпу и лишилась, в общем-то, своего адреса. Поэтому, если вдруг что-то кому-то придет от ее имени, будьте осторожны, и, в общем-то, приходит сообщение вот такого же рода. Оно уже пришло и ко мне с ее же скайпа, то есть я ее скайп заблокировала. Просто вы имейте это в виду. Так, да, это скайп, Галина, сейчас я вам дам скайп, который у нас действует. Это скайп Галина Просперитес. Галина Просперитес у нас является продюсером центра, в котором мы у нее работаем. Так что, пожалуйста, это ее скайп, да, а еще есть мой, и еще я вам дам почту. Это, эти данные очень нам необходимы для того, чтобы связаться с вами, с теми, кто произвел оплату. Конечно, кто произвел оплату, вам большая благодарность, потому что, конечно, все это поощряется, поощряется с той точки зрения, что если человек стремится к самообразованию, разве это плохо, это же замечательно. Так, так что вот, кто оплатил, я уже видела, да, я уже видела эти заказы, большое вам спасибо и пожалуйста, по вопросам связывайтесь с нами. Пока Елена, сегодня она будет утрясать все свои вопросы, у нее, видимо, какая-то система еще полетела. В общем, пока у нее нет возможности выступать, наверное, буду я. Ну, посмотрим, что будет завтра. В общем, у нас произошла очень серьезная авария, кто-то, кто-то с нами очень зло пошутил, так что будьте внимательны к письмам, которые приходят к вам на почту, не всегда они бывают добрыми и несущими добро. Так, какие еще у нас вопросы? Скайп я вам дала по онлайн-интенсиву, что еще хочется сказать, что он у нас проходит первого и третьего июня. Так, это два дня интенсива. Стоимость его сегодня 3200 рублей. Эта стоимость сохранится в течение трех дней. Кто решит присоединиться, участвовать, наполниться новыми знаниями. и консультация, да, кто-то интересовался ей, в общем-то, даже мы не собирались эту ссылку сегодня давать или не готовили, но, если кто-то попросил, то, пожалуйста, и консультация с Валерием Лакшми Кумаром. Так, какие еще вопросы у нас? Есть ли они вообще? Спасибо.